Всем привет, ребят! С вами Дина Рай, и вы на моём канале! В общем, сегодня я решила снять для вас обзор на слаймики. Вот такие вот у меня 4 замечательных слаймика, и они от Goodwood Slime, в общем, ничего не меняется. Вика подарила мне их на мой день рождения, который был недавно, и поэтому я посмотрела, какие они офигенные, и решила сделать для вас обзорчик. Надеюсь, что вам понравилось это видео, и также понравятся сами слаймики. Но не забудьте перед началом этого видео поставить лайк, потому что я на 100% уверена, что потом вы забудете. В общем, давайте начинать смотреть эти офигенные слаймики! Погнали! В общем, как я уже сказала, у меня есть 4 слаймика. Сейчас я вам, в принципе, немного про них расскажу. Первый слаймик называется Christmas Sock, то есть рождественский носок. У него, как вы видите, аромат маршмеллоу, я думаю, будет крутой запах. И текстура клер, как вы уже поняли. Дизайн у него классный сам, он такой красный. Сверху у него такие зеленые, ну, бледно-зеленые салатовые шарики, ну, такие мягкие. И внизу у него вот такие вот добавочки. Если я не ошибаюсь, то, ну, это носочки. И есть офигенный шармик. Мне он очень нравится, хотя я его плохо вижу. Ну, и также есть блестки. Дальше у нас Cloud Slime. Он очень классный, мне кажется. Называется он Snowman. И он пахнет корицей. Ну, наверное, будет прикольно. Он голубого цвета. Здесь у него шармик снеговика. И также есть вот такие вот добавки со снеговичками. Вот. Дальше у нас слаймик текстура Original. Он называется Christmas Cookies. Это рождественские печенья. Ну, собственно, аромат у него печенья. А текстуру я уже сказала, что это Original. В общем, дизайн, ну, достаточно прикольный. Тут сверху шарики есть такие. И снизу вот такие добавки. Цвет вообще мне напоминает цвет какао. Мне так кажется. Ну, и дальше самый офигенный слаймик. Это слайм текстуры Float. Он называется Merry Christmas. И аромат у него граната. Он вообще очень классно выглядит. Вы только посмотрите, какие тут смешанные цвета. Тут есть и розовый, и какой-то оранжевый, желтый. Есть зеленый шармик, елочки. И вот такие вот добавочки. Я так понимаю, что это, ну, колокольчики такие рождественские. В общем, он просто офигенный. Я надеюсь, что когда я его смешаю, он останется таким же классным. И так же Вика, конечно, положила в набор загуститель. Как же без него. Но я надеюсь, что он сильно нам не понадобится. В общем, я, наверное, начну обзор с вот этого вот слаймика Клера. И давайте начинать. Я убираю эти три слайма. И у нас остается вот этот. В общем, я вам его уже показала. Напоминаю, что это Клэр с ароматом маршмеллоу. В общем, давайте его откроем. Открываться немного трудно, но баночка достаточно прикольная. И мне кажется, что об нее невозможно порезаться. Как я и сказала, здесь вот такие вот шарики. В общем, давайте его вытаскивать. Будет очень залипательно. Особенно, если он не будет ко мне липнуть. Ну, пока он не очень сильно липнет, но немного липнет. Потому что Вика говорила, что достаточно давно готовила эту коллекцию. И еще учитывая, что прошло некоторое время от того, когда мне она это подарила. В общем, как вы видите, он ко мне липнет. Я думала, что не сильно, но казалось сильно. Ой, господи. В общем, сейчас будем его загущать. Я надеюсь, что мне хватит загустителя на 4 слайма. Ой-ёй-ёй-ёй-ёй. Страшно, ребят. Ну, по крайней мере, я испачкала только одну руку, поэтому второй смогу налить загустителя. В общем, достала я, как вы видите, не до конца, потому что он жутко липнет. И некоторые места просто не достать. У меня уже вся рука жутко. Как будто кровь какая-то, я не знаю. В общем, остальное я достала потом. Откладываем немножко баночку. Ну, да, я влипла. Я прям конкретно влипла, чтобы вы понимали. Типа, блин, посмотрите. Посмотрите на это. Что это такое? В нём уже начинает, к сожалению, набираться пузырики. Поэтому я боюсь, что такого залипательного момента не будет. Господи, я испачкала крышку загустителя. Я не могу его теперь открыть. По-моему, я его сломала. Нет, реально. Я его сломала, ребят. И он весь в этом. Господи, какая гадость. Раз, два, три. В общем, я налила где-то три капли, но они достаточно большие. Блин, он весь в этом. У меня сейчас всё в этом, чтобы вы понимали. Ещё вот эта штука. Учитывая, что я сломала загуститель. Ой, надо его вымешать хорошенько. Так. По-моему, загуститель, ну, в принципе, помог. Ай-яй-яй-яй-яй-яй. Мне страшно, ребят. Я стараюсь показать вам залипательный момент. Как в нём пенка набирается. Вообще, мне больше нравятся именно вот такие вот клейеры, когда они цветные. Потому что, если они прозрачные, то они просто станут белыми. Типа, если они совсем прозрачные. Ну, вы поняли, о чём я. Ну, что ж. В принципе, вымешивание идёт. Идёт. Я не могу сказать, на каком этапе. Потому что, ну, тут немножечко нет этапа. Тут всё абсолютно как-то. Раз. Два. А, мне страшно. Ребята. Он с меня стекает. Господи, это так неприятно. Я не понимаю, как слаймеры вымешивают слаймы. Ещё и без перчаток, если. Это же такая жесть. Это же так неприятно. Да вот, конечно, если ты профессиональный слаймер. И понимаешь, что через 5 секунд у тебя всё загустится. И ты от него откликнешь. То да. Ну, блин. У меня, по-моему, бомбить начинает. Вернёмся после короткой рекламы, как говорится. Это вообще не отклеивается. Я влипла конкретно просто. По-моему, надо звонить по видеозвонку Вики. Потому что у меня ничего не получается. Вика, я знаю, что ты смотришь это видео. И... Да. Я настолько рукочок. Что я не могу от слайма отлепиться просто. Блин. Конкретно я влипла. Просто посмотрите на мои руки. Это какой-то капец. По-моему, полчаса сейчас буду с одним слаймом разбираться. Вам так не кажется? Мне вот кажется. Ну, я хочу сказать, что я почти отлипла. Кстати, ребята, тут есть шармик. Я не понимаю, что это такое. А, это носочек, о котором я вам говорила. Он такой классный. Он с блёстками. Посмотрите. Ой. В общем, вообще класс. Вот, ребята, посмотрите. Ну, уже становится лучше, я хочу сказать. Но слаймик, конечно, очень липучий. Я налила ещё пару капель. Мне вообще страшно брать его вот так целиком в руки. И я помню время, когда были первые мои обзоры. И я просто не могла их загущать, потому что мне было тупо очень противно брать вот это. Когда я понимаю, что они ко мне вот это липнут так жутко. Я просто понимала, что я не могу этого сделать. Я тупо отдавала эти слаймы. Вики, ну, давала, типа, загусти, пожалуйста. Я не могу. А сейчас я уже к этому более-менее привыкла. Поэтому, как вы видите, я вся в этом. Ну, у меня получается, что я не могу отлипнуть. Я и логика. Получается отлипнуть и отлипнуть. Так. Давайте попробуем вымешать его. Ну, так, чтобы не заляпаться. Хотя и так уже всё заляпано. Ай-яй-яй. Ай-яй, блин, ребята, я хотела отляпаться. Ну, я только сильнее заляпалась. Господи. Ну, на самом деле, я хочу сказать, что он хорошо кликает. И так же хорошо. Что бы хорошо делать? Хрустит, вот, точно. И тянется тоже хорошо. А липнет тоже замечательно. И посмотрите. Я могу в него влипнуть жутко сейчас. То есть я вижу, что если я добавлю ещё загустителя, то как бы, ну, всё. Он прямо уже будет рваться. Но, тем не менее, он не... Ну, не того. Ненормальный. Я же вижу это. Может, его надо вымешать хорошенько? Давайте попробуем его вымешать. Ну, вот, посмотрите. Вроде бы я его вымешала. Извиняюсь. Вроде бы я его уже нормально вымешала. Ну, почти. Давайте попробуем отлепиться, потому что мне очень неприятно. Так, 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 почти. Ну, смотрите, дела продвигаются очень хорошо, я могу сказать. Потому что скоро я уже могу вам нормально им пофлиппить. Так. Ну, смотрите, ребят. Как дела-то у нас продвигаются. Вообще, ну, дизайн у него очень хороший. И вот, когда я вам показываю, что я слаймик, когда покупаю, вот, в основном, вики, но вы знаете. И когда вы видите, что я их загущаю, вы это, не думайте, что это у вики плохое качество. Просто есть такая проблема, что пока, как бы, они доходят до рук, они уже растают, особенно если по улице, там, бла-бла-бла. То есть они таят за это время. И, конечно, надо загущать. То есть качество очень хорошее. Видите, если загущать, то они же просто офигенные. Видите, я уже отлиплась в сяпочке. И он, типа, нормально, не липнет больше. Всё нормально. Так что вы не это. Не волнуйтесь. Покупайте вики слайм. Это не реклама. Просто у всех есть такая проблема. Я даже слаймы от Кристины загущала. Я не знаю, зачем я это сейчас сказала. Мне просто говорить нечего. Так. Ну вот, смотрите, я уже вся отлепилась. Тут остались маленькие кусочки. Сейчас я отлеплюсь и вернусь, так сказать. Ну, я надеюсь, что это первый слайм так тяжело пошёл. Остальные, я надеюсь, хорошо пойдут. Особенно я надеюсь на клауд. Потому что я не знаю, как исправить клауд. Нет. Не надейтесь. Я не умею клауд исправлять. Потому что, чтобы их исправить, у них надо добавлять снег. А у меня что? Правильно? Нет снега? Если только на улицу сгонять, конечно. Так. Ну вот, смотрите, слаймик уже офигенный. Я от него отлепилась. Вот, смотрите, как он классненький. Тянется, хрустит, кликает. Всё хорошо. Всё замечательно. Он уже перестал ко мне липнуть. Поэтому я могу сделать вот так даже. В общем, он классный. Мне нравится. Я поставлю ему оценку 10 из 10. Так что давайте немножко пофлипим. Конечно, он, вы видите, немножечко... Как это? Ой! Ну, короче, он немного текучий такой. Но я думаю, что нормально. Потому что иначе он будет рваться. Вот, видите, как всё хорошо сложилось. Я боялась очень, на самом деле. Так что сейчас я отлеплю последние куски. И мы с вами перейдём к следующему слаймику. В общем, сейчас я уберу его в банку. И мы пойдём с вами дальше. Что ж, создалась проблема, которую я ожидала. Он не влезает. Знакомая нам всем ситуация. Вы много раз видели её в моих обзорах. Так, что слайм не влезает в банку. Поэтому я что делаю? Правильно, беру вторую банку. Потому что я на самом деле не хочу сейчас перекладывать его в другую банку. Как я это делаю обычно. Просто, ну, мне не хочется. Понимаете, да? Вы меня понимаете, правда? В общем, он офигенно увеличился. Типа, вот только. Так, вот это я выкладываю. Ну, а сейчас я пойду за банкой. И вы уже увидите меня со следующим слаймиком. А вот этот я убрала назад в банку. Итак, приступаем ко второму слаймику. Вторым слаймиком у нас идёт клаудслайм. Как я уже говорила, он пахнет корицей. И у него вот такие вот прикольные добавки. Вот. В общем, давайте открывать. Я очень надеюсь, что он хороший по качеству. Открывается так же, как и предыдущий. Вот что мне страшно. Это то, что эти добавки выпадают. И как я сейчас должна его вытаскивать, я не представляю. Давайте для начала вытаскиваем слаймик. Короче, ладно. Добавки я потом соберу. Посмотрите, как он классно тянется. Вы только посмотрите на него. Ах, классный. Только его вообще не достать, я хочу сказать. Ну, это, наверное, ну... Хороший знак для клауда, мне кажется. Наверное. Я не разбираюсь. Кстати, у предыдущего слайма мы не проверили, что он пахнет маршмеллоу. Но этот реально пахнет корицей. Очень вкусный запах, кстати. Очень новогодний, я хочу сказать. Предыдущий слаймик я не проверяла. Я просто забыла про это. Но этот, правда, безумно вкусно пахнет. Только он очень туго вытаскивается. Мне не вытащить его, ребят. Небольшие проблемы. Ладно, давайте вытащим не все, как обычно. А, ну, я тут чуть-чуть не осталась. Ну. В общем, я чуть-чуть оставила, а тут на стеночках осталось. Ну, слаймик. Ой, из него добавки летят, ребят. В общем, сейчас я попробую смешать добавки со слаймом. Вообще, слайм классный. Он тянется в сеточку. Это хорошо. Так, может ли он дризлить? По-моему, нет. По-моему, он рвется, ребят. По-моему, у меня плохие новости. Но все равно он мягкий, как облачко. Посмотрите, какой он мягкий, особенно если его раздризлить. Так. Ну, он рвется немножко. Так. Я дризлить вообще не умею, чтобы вы понимали. Но мне нравится вот это вот облачко. Вот то вот. Вот я не знаю, ты дризлил или нет. Так. Меня надо его раздризлить. Я вижу, что он делает вот так. Давайте возьмем маленькую часть, попробуем почтям его раздризлить. Ну, это чуть-чуть как облачко такое маленькое. Дорогие, это так миле. Только не получается раздризлить. Ну, народ. Короче, расходимся. Они умеют дризлить. Ладно, шутка. Никуда мы не расходимся. У нас еще самый интересный слайм будет. Ну, он офигенно спадает. Видели, 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 как я умею. Видали? Видали? Посмотрите на это, если не видали. Паутинка просто краш. Но все-таки дризлить я не умею. Вот у меня вопрос. Это он не очень? Или я не умею? Мне кажется, что тут и то, и то. Ну, реально, он рвется. Вот смотрите. Берем маленькую часть. Вообще так я ему, наверное, поставлю. Я не знаю, сколько я ему поставлю. Давайте пока подождем. Вот маленькую часть я немножечко могу дризлить. Маленькую часть. Сейчас будет мастер-класс от неумеющего человека. Смотрите. Это маленькая часть. Вика меня учила, что надо не останавливаться. Надо вот так быстро работать. Быстро, 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 быстро. Быстренько, быстренько, быстренько. Вот так вот. Вот так хоп. Вот так хоп. И ни хрена. Так. Короче, народ. Я вообще не умею дризлить. Я не знаю, это я не умею или реально он не очень. Я потом спрошу у Вики. И в своем инстаграме. Инстаграм. Подписывайтесь на него. Это я такая рукожопая или это он такой плохой. Такой бяка. Ну, посмотрите. Он же рвется прямо просто на глазах. И вот как я это сказала, он перестал рваться. Ну, это круто. Похоже, это все-таки я не умею дризлить. Потому что он не рвется. Да вот, у меня слаймик падает. Ну, посмотрите, какой он классный. Короче, я поняла, с ним все наяс, ребят. Надо мне учиться дризлить. А ведь было время, когда Вика учила меня дризлить. Но у меня все равно не получалось. Сейчас. Сейчас, сейчас, сейчас. Сейчас, сейчас, сейчас. Одну секундочку. Давайте просто попробуем, как меня учила Вика. Быстро и не останавливаясь. Может, получится. Да, Вика, передаю привет. Я научилась дризлить, походу. Смотрите, он как облачко. Он реально как облачко. Он реально как облачко. Посмотрите, какой кайф. Я научилась дризлить. Офигеть. Ну все, теперь я залипну на него. Так. Я реально научилась дризлить. Серьезно. Вы не ровно ли? Ой, не получилось. Ну, в общем, он даже кликает. Он даже кликает. Единственное, что, когда я дризлю или вот так паутинку делаю, я вообще не вижу добавочек. Их было офигеть как много, а теперь я их вообще не вижу. Вот где они? Их тут нет. Вот где эти добавки? Где они? Так, давайте попробуем еще подризлить немножко. А потом будем переходить к следующему слаймику. Короче, по-моему, дризлить у меня не очень получается. Поправка к предыдущему заявлению. Я не умею дризлить. Я умею только паутинку делать, и то не всегда. Обидно. Ну, да, это явно не мое. В общем, ладно, раз это не мое, я вам просто показала слаймик. Вот посмотрите, вот видите, как он рвется? Я пытаюсь дризлить. Я пытаюсь. Ну, он рвется. Поэтому я поставлю ему, наверное, 5 из 10. Потому что дизайн прикольный. Качество тоже прикольное, но он рвется. Так что 5 из 10. Мне кажется, это самая низкая оценка за всю историю обзоров на слаймы на моем канале. Вот. Но запах классный, дизайн тоже прикольный. Поэтому запихиваем его в банку. Ну, я вам говорю, может это я просто дризлить не умею. Я не знаю, я в этом не разбираюсь немножечко. Вот. Но в своем инстаграме я обязательно скажу это. Я не умею дризлить или слайм немножко не того качества. Но сейчас я предлагаю проверить, правда ли запах маршмеллоу первый слаймик. Я возьму вот эту маленькую. Но если честно, я не чувствую никакого запаха. Если там и чувствовала реально, что корица реально вкусно. То тут я никакого не чувствую, ни маршмеллоу, ничего. Ну, я не знаю, ребят. В общем, сейчас я протру поверхность и вернусь к вам. Так, ребят, я протерла поверхность своего стола. И так что давайте теперь смотреть оригинал слайм. Вообще я хочу сказать, что такой же слайм Вика подарила нашей подруге Жене. И мы с Женей вместе его открыли. И я хочу сказать, что он был очень сильно разгущён. И мы очень сильно его сгущали. Просто очень долго и очень сильно. Так что будьте готовы заранее. Давайте, погнали. Я сразу готовлю. Активатор рядом. Так, ну смотрите. Тут сверху шарики были. Ой, шарики. Они крышки прилипли. Сейчас я их сниму. Вот, я их сняла. Ой-ой-ой. Так, он чем у нас должен был пахнуть? Печеньем. Ну да, я скажу, что он пахнет печеньем, правда. Ой, ребятки, страшно мне, страшно. Да, он очень липучий. Прям конкретно липучий. Женя, если ты смотришь это видео, я надеюсь, что ты его смотришь и что-то досмотрел до этого момента. Ты помнишь, как мы с тобой пытались. И да, Вик, вот именно так это происходило. Еще это было на моем зеркале. Замечательно, правда. Я вляпываюсь. На самом деле, этот запах печенья меня не впечатляет. Серьезно, я не очень люблю этот запах. У меня уже были слаймы с таким запахом. Запах на любителя, так сказать. Я, конечно, понимаю, что он называется печенье. Как бы, если переводить с английского. И что у него цвет такой. Ну, можно же было сделать другой запах. Ай-яй-яй. Мне не достать его оттуда, ребят. Что делать? Что делать-то? Ну, сейчас вы, собственно, можете видеть, в каком он состоянии. Да, можете. Можете наблюдать вот это. Мне эта ситуация знакома. Я реально не могу его достать. Просто вы видите, я пустой палец почти что достаю. И у меня уже вся рука со всех сторон в нем. Так что давайте пока остановимся. А потом я уже достану. Ой-ой-ой-ой-ой. В общем... Ой-ой-ой. Я не хочу пачкать. Я штаны им испачкала. Класс. Я хотела сказать, что не хочу пачкать банку. Но никак. Так. Давайте сразу. Побольше. Раз. Два. Три. Четыре. Пять. Просто инструкции, которые Вика дает, когда я заказываю слаймы. Если ваш слайм немного растаял, то налейте в него пару капель активатора. Я, который уже знаю. И лью туда сразу полбанки. Ну, смотрите. По-моему, ничего не изменилось. А фраза, смотрите, была обнадеживающей. Правда? Правда? Обнадеживая у вас? А фиг вам. Хотя нет, вот уже что-то есть. Надо было и с первым слаймом так же дехать. Ну, потому что реально, смотрите, пять-шесть капель и уже лучше эффект на глаза прямо. Кстати, он рвется. Я хотела его пожманькать. И в итоге результат моего пожманькать. Как-то мне кажется, что предыдущие мои обзоры слаймов были, ну, не такими липучими, так сказать. Серьезно. Я просто добавляла парочку капельных активаторов, и все нормально. И мы с вами могли просто полчаса один слайм просто вот так вот сидеть, кликать, флипить и болтать о чем-то. Как на эфире. Но тут реальная ситуация, когда у меня все слаймы, ну, кроме Клауда, как я и надеялась, надо загущать и очень долго вымешивать. Кстати, возможно, Клауд тоже надо просто вымешать. Ну, наверное. Короче, вы видите, какая я беспомощная, и как я не умею вымешивать слаймы. Но я чувствую, что прогресс реально идет. Видите? То есть еще парочку капель. Давайте штучки 3-4. Раз, два, три. Ну, вот три капли. Загуститель явно уже реально просто уже весь. Сначала в одном слайме, потом в другом слайме. Как и мои руки, и мой стол. Я протирала, конечно, поверхность. Но что-то идет не так явно. Так, ребят. Ну вот, я что-то не понимаю. Я сюда бухнула уже 8 капель активатора. И где мой результат на глаза? Господи, как я влепаю! По-моему, все плохо вам так не кажется. Мне вот лично кажется. Короче, ребята, что я хочу сказать. У этого слаймика дизайн не самый интересный. И запах тоже. Поэтому этот слаймик, я даже не знаю, насколько я его оценю. В этом видео у меня какие-то низкие оценки. А вообще, сам слаймик, ну, прикольный. Он оригинал. Как бы... Если его вымешать, он даже липнет не будет, на самом деле. Если его конкретно вот домешать. Вот так вот. Видите? И он уже перестает липнуть. Ну, я даже не знаю, какую оценку ему поставить. Потому что, в принципе, он классный. Но мне не очень нравится дизайн и амар... Амарат. Мне не нравится его аромат. Дизайн, ну, я не могу сказать, что он плохой, как бы. Он нормальный. Просто не самый оригинальный. Вот. И, наверное, я поставлю ему... 7 из 10. И мне кажется, что я практически домешала. Поэтому сейчас я капну парочку капель активатора. Кстати говоря, у него, наверное, должен быть шармик. А? Ну, может быть, и нет. Похоже, шармика нету. А хотя нет, есть. Я его нащупала. Я его нащупала. Что-то новогоднее. Смотрите! Это же леденец! Это же леденец! Он очень классный. И, извиняюсь, если вы не успели его разглядеть. Но на данный момент мне не очень удобно показывать вам леденец. Потому что вы видите, что я его почти вымешала. Вот. Хоп-хоп-хоп-хоп-хоп. Хоп-хоп-хоп-хоп-хоп. Есть такая проблема. Видите? Что они могут лепиться от него. Вот. Ну, смотрите. Я его вымешала. И я напоминаю вам, что оценку я ему поставила 7 из 10. Ну, это за дизайн, аромат. И то, что его так трудно вымешать, потому что меня немножко бомбит. Ну, посмотрите. Я уже от него окончательно отлипла. Сейчас самые маленькие кусочки я вытащу. И, собственно, можно будет приступать к последнему и самому интересному слаймику. Так, руки я очистила. Что-то мне подсказывает, что он в банку опять не влезет. Давайте проверим. Ну, да, конечно. Он не влезает. Но на самом деле тут не влезает достаточно мало. Сейчас, в общем, я остаточки этого слайма буду убирать в коробочку вторую. Я представляю, сколько места у меня займет этот слайм. Вообще, все эти слаймы. Кстати, я хочу сказать, что флот, он очень сильно увеличится. И поэтому его тоже придется помещать во вторую банку, либо же просто в другую. Потому что флоты всегда очень сильно увеличиваются. Я это на себе проверяла уже. Если я не ошибаюсь, это было не на эфире. Это было отдельное видео. Я не помню слаймершу. Но она достаточно классная. Мне понравился слаймик. Правда, он засох, как обычно. Вот, вообще, слаймик топный. Можете поискать у меня на канале. Он был фиолетовый, если что. Так, если что. Вот, так что можете посмотреть у меня на канале. Но я пошла за баночкой для вот этого вот остаточка, который, кстати, немножечко прилипает к моим рукам. Что грустно. Я не буду его сейчас загущать, потому что вам это явно уже будет неинтересно. А я пойду за баночкой. В общем, ребят, сейчас я перехожу к самому последнему, но самому красивому слаймику. Это, как я уже говорила, Merry Christmas. Слайм флот с ароматом граната. Давайте, ну, немного посмотрим до того, как я его открыла. В общем, смотрите. Ну, вы понимаете, что раз флот, тут есть клер и клауд. Вот, значит, у нас офигенный клауд. Тут есть желтый. Я думаю, что он весь белый, просто сам клер разных цветов. Хотя, в общем, сейчас мы узнаем. Сверху тут явно розовый, тут вот такой желтенький, и все остальное оранжевое. Он просто офигенный. Так, открываем. У меня еще есть, что я сейчас что-то поломаю. Я хочу сказать, что здесь у клауда качество лучше, чем у обычного без флота. О, господи, мне жалко будет это перемешивать, как обычно. Кстати, я хочу сказать, что это покрашен именно сам клауд. Слайм и клер. То есть тут все покрашено. Это вот такой миленький-маленький розовенький кусочек, который офигенно дризлит на самом деле. Хочу вам сказать. И скажите мне, пожалуйста, как это доставать. Давайте, это должно быть красиво. Но у меня не получится красиво. А, все, они начали смешиваться. Смотрите, как это красиво. Ай-яй-яй. Но они... Оп, вот сюда постараемся. Блин, он очень липкий. Ребята, почему он такой липкий? Это так неприятно. И тут еще вот этот клауд, который я не хочу смешивать, мне его жалко. Ну, ладно, давайте. Сейчас я еще достану... Ну, смотрите, какой милый шармик. Ой. Миленький, меленький. Как будто на украинском. Ну, вообще, посмотрите, какой микс цветов. Это же так офигенно, скажите. Мне кажется, что сейчас руки просто... У меня будут минус руки, но я это красиво смешаю. Но будут просто минус руки, а потом не вылезу из этого. Я, конечно, надеялась, что он не будет, ну, липучим. Потому что мне его стремно загущает, так как там есть клауд. А клауд я не умею загущать. В общем, добавки, как обычно, не достать. Я их достану потом. Так, ребята, сейчас у меня будут минус руки. Так, давайте красивый микс. Может, потом в инстаграм выложим. Хотя, вряд ли, конечно. Тут у нас клауд слайм. Посмотрите, какой классный. Тут у нас клер слайм с клауд слаймом. Они уже смешиваются. Посмотрите, какой микс красивый. Офигеть. Такие нежные цвета. Мне кажется, какой-то персиковый получится. Или оранжевый. И как назло, у меня зачесался нос. Когда я вот такая вот влипшая. Извините, он конкретно чешется. Посмотрите, этот микс цветов, это просто кайф. Вот такой вот он классный. Какой-то такой бледно-оранжевый, как персиковый. У меня по рукам растекается. Ну, посмотрите, какой это кайф. Ну, а теперь все, залипашка кончена. Теперь суровое загущение. Вымешивание. Давайте попробуем сначала без загустителя. Мне просто стремно туда приходить еще загуститель. Там и так всего намешанное. Просто попробуем его хорошенечко вымешать. Он офигенно увеличится, я вам гарантирую. Ну, посмотрите, какой сверх кайфовый получился. Кстати, тот слайм, который у меня был, предыдущий флот. Я его как-то красиво из баночки достала. И, ааа, ребят, у меня было два флота до этого. У меня еще был флот от Moonlight Slime Russia. Он был голубым. И эта залипашка, если я не ошибаюсь, есть в моем инстаграме. А с первым моим флот слаймом, я не помню от кого. Я рассказывала, он фиолетовый. У меня нет залипашки. Но он все равно очень классный был. Вот, ну посмотрите-ка. Я даже без активатора справилась. А просто его хорошенько вымешала. Ну, конечно, активатора добавить надо. Просто не так много, как предыдущий слайм. Мне вот интересно. Это я додумалась? Или просто у этого слайма качество лучше? Пишите в комментариях, если они открыты, как вы думаете. Так. Так. Тут надо конкретно хорошенько замешать активатор. Потому что мы его добавили, мы его теперь будем вымешивать. Типа. Типа. Я, да. У-у-у-у. Пфф, ребята. Я переборщила с активатором. Мне плохо. Мне явно плохо. Я умираю, ребят. Может, вообще добавлять не надо было. Теперь у меня слайм из вас будет. Че, класс. Посмотрите. Так он тянется нормально. Я чувствую, нитки есть. Нитки есть. Кстати, пахнет он не гранатом. Чем-то вкусным, но не гранатом. Может, посмотрите. Посмотрите на это. Он рвется. Либо я плохо перемешала, либо активатор. Тут было лишнее все-таки. А я ведь не зря боялась. Ну и как мне теперь это вымешать? Скажите мне, пожалуйста. Я вообще не знаю. Ну что, ребят? Я его смогла вымешать! У-ху! Я молодец! Смотрите. Я его вымешала! У-ху! Этому слайму я, конечно же, ставлю 10 из 10. Потому что он офигенный. Он даже не растаял. Дизайн просто супер. И он хорошо тянется, кликает и хрустит. Ну, как хрустит? Я не знаю, должны ли флот слайма хрустеть. Ну, типа, кликает он офигенно. Тянется тоже. Но хрустит он не офигенно. Ну, в принципе, он классный. Так что 10 из 10. Но наше видео, ребята, к сожалению, подходит к концу. Я хочу с вами попрощаться и сказать спасибо, что вы досмотрели до конца или хотя бы до этого момента. Если вы не сделали это в начале, то поставьте лайк сейчас. Также обязательно подпишитесь на мой канал, ведь я все еще хочу добить полторы тысячи подписчиков. Спасибо вам большое за просмотр. Подписывайтесь на все мои соцсети, так как там очень много интересной информации. Да и, в принципе, там классно. Вам понравится. В общем, спасибо большое за просмотр. Все ссылочки на соцсети в описании. Пишите комментарии, если они не закрыты. Пока-пока. Пока-пока.